и всем привет с вами танк и сегодня играю раз со своим другом Вячеслав Вячеслав представьте и поздравлюсь уважаемые игроки и поклонники игры раз с вами Вячеслав Котляров и это мое совместное с Данилой изучение и прохождение хотя прохождение я думаю в данном случае слово не совсем уместно так сказать мы используем слово выживание совместное выживание в этой чудесной игре вот раз я как бы сравнительно недавно для себя это открыл время настолько быстро летит что как бы я не заметил что уже больше месяца прошло и я скажем так не могу оторваться от этой игры ну я приписываю к себя ветеранам MMORPG хотя я уверен что конечно есть и ветераны ветеранистей то есть мой допустим так приблизительно плюс минус три месяца стаж составляет порядка десяти лет то есть впервые начинал играть и вертол варкрафт причем это было даже не классик то ли сами разрабы сделали утечку своей своей еще сырой игры и сервера просторы интернета то ли на фирме у них работали диверсанты которые просто мягко скажем подмутили эту работу ну не столь важно важно что я еще до официального релиза уже рубился легендарный волк ну вот игра меня конечно очень сильно поразило ну точнее это ну и во первых это было первым моему уровню вот тут сейчас какие то звонки но это не у меня не меня вы знаете мы в принципе я как бы с Данилой мы так порешакали что ну я мое предположение что особо как бы про раст ну как я этот ролик он как бы расту посвящен если бы мы играли бы в другую онлайн урб рпг уверяю вас мой мой был так сказать как это выразится тема моя не менялась повествование я вот очень много наблюдал ну как и все мы и мы любим смотреть летплей и обзоры игр и вот сейчас это пошла мода это у ребят мода в хорошем смысле этого слова это пошла писать свои мысли и подкасты и так далее вот ну у меня как бы на ютуб тоже есть мой канал но я им не занимаюсь и потому что ну в силу характера и других разных критерий у меня скажем так нету до него это особого интереса то есть он был создан исключительно вообще для начала на одной цели там я выложил одну из своих работ то есть допустим поклонники зелдер скролл прекрасно знают процент самому куму гениально игру в истории это дэлдер скролл 3 моровинк вот я в свое время сделал но не доделал на глобальном как я предполагал или предполагаю модификацию фейтов дэвилл сейчас я чуть чуть переведу дух может данила это чтобы не доминировать в ролике может какие то мысли хочет свои озвучить это и потом я уже подключусь ну я вообще сейчас немного добыла ресурсов для дома и вячеслав как бы прав во всем и мне приходится сейчас играть на другом сервере но это ненадолго потому что у меня немного проблемы с этим сервом там был вайп и в таком вот стечении обстоятельств мне приходится играть но вот это вячеслав если можешь продолжать я в группе скажем так хрень за месяц по поменял колоссальное количество фирмол процент на официальный так и не пошел по раму с причин уверяю вас не связано с финансовой стороны это связано опять же со взглядами на игру то есть как бы это по тактичный выразиться поделикатней то есть зачем тратить время на то точнее время деньги на то что можно получить за спасибо потому что если бы я ограничивался бы одной бы игрой бы раз бы это было может уместно но он за десятилетний правил так сказать десятилетний марафон в онлайновых играх можно я мог бы выложить бы колоссальные суммы всевозможных проектах вот допустим есть конечно категория людей которые это запросто тратит порой серьезные суммы на виртуальные как я называют трусы готовы отдать миллионы буквальном переносном смысле ну вот я допустим знаю легендарная есть ленич то есть там люди и просто шмотки покупали на башню за бешеные деньги возможно кто то есть лучше не скажет что есть еще игры покруче а допустим более трех лет проиграл молода онлайн то есть две основные игры это маму это идти на вертолт варкрафт порядка шести лет с выходом катаклизма у меня появилась к игре полная апатия играл я на официальном сервере сначала европейском на американском не получилось хотя была возможность тогда еще не было европейского потом появился европейский сервер их было русскоязычные игроки заселили варсонг если я не ошибаюсь и шадоуму я играл на шадоуму потом когда появились русские миры и делал пункт был локализовались спустя пять лет перевели на русский язык но вот и уже ушел русские миры вот там играл на сервере термоштеппель борецкая тундра но вообще я такой любитель как это заниматься выращиванием персонажем поэтому у меня практически на всех первых были персонажа максимального уровня вот ну что касательно роста я понимаю что зрители и расключили к росту и игру и им интересно все таки послушать не биографию может про рад хотя существуют разные категории людей я допустим смотрю ролики вот стоял много смотрю очень много просматривать то есть я любитель в окнах играть то есть в одном окне допустим открыл алода онлайн к примеру а в другом небольшом окне открыл допустим youtube и смотрю ролик то есть бац и фарм луга луги смотрю ролики потому что его много но не хотелось бы пройти но благодаря многим ребятам большое спасибо что они проходят и выкладывают можно как бы визуально посетить игру то есть посмотреть что к чему и почему и я лично я смотрю в большей степени и то что то точнее слушай интереснее смотреть когда автор своей работы делится своими мыслями мне допустим неинтересно допустим лично мне когда человек говорит так вот я пошел взял дерево сейчас я вырублю топор мне в принципе это и нужно это тоже вставлять но постоянно комментировать каждое свое действие так мы ляжем поспать сейчас мы встанем поспать и так далее то есть потому что встанем поспать это как там говорится и если вы поднялись это еще не значит что вы проснулись вот я на самом деле очень положительно с реагирова когда Данила предложил мне подобную запись почему потому что как бы у меня тяга к подобным вещам есть но опять же в силу характера и скажем так вот так возрастной градации своей то есть я это по проявляю пассивность а вот так сказать и так знаете альпинисты есть ведущие есть ведомы то есть допустим альпинист 1 прокладывает дорогу короче это забивает колья чтобы укрепиться а другой снизу идет чтобы подстраховать тоже забивает колья то есть если первая марта оборвется то второе воду удержат ну и наоборот то тоже самое есть и у пилотов летчиков то есть ведущие ведомы и вообще как бы я бывший шахтер работал на рудниках и там тоже в что ли нельзя было заходить это кстати если кто то случайным образом слушает поселок на вершины где работал на вершинка привет сердцем я с вами потому что как говорится тайга она навсегда остается в сердце то есть жил я работал хабаровский край николаевский район поселок на вершины вот работал шахтер в проходке причем возраст на тот момент мне составлял мне еще не хотели брать на работу потому что мне было 20 лет а в шахтеры как бы по закону вот по 21 вот и я правдами и неправдами устроился на рудник как там говорят на рудник вот и чему это все рассказал что в туле нельзя заходить по одному обязательно надо ходить это паре чтобы как говорится подстраховаться вот поэтому когда данилова предложила это нам на самом деле намного лучше да и мы сами вот мы как и зрители будучи нам интереснее когда не один скажем так комментирует а в данном случае получается я один комментирует когда много как можно больше игроков точнее но летсплейщиков или как правильно сказать это участвует в игровом процессе ээээ раст пиратка ну во первых еще знаете почему раст пиратка для меня удобнее не знаю честно говоря опять же в силу своего характера я понял что как знаете есть такая поговорка у казино выигрывает в казино выигрывает только хозяин казино но я не стал всем привет с вами танк и мы продолжаем с Вячеславом похождения по замечательному миру раста Вячеслав позорвалась здравствуйте детишки в платьях и штанишках и снова здравствуйте и снова дёброе время суток мы снова в онлайне и ждет нас снова повествователь пове в общем увлекательная беседа повествовательная беседа вот ну хотел бы все таки немножко воспользоваться случаем если Данила будет не против я все таки прорекламирую сервер на котором я играю Данила если будет настолько любезен выложить ссылочку данного сервера и своего на котором он играет это выложит чем чем положительный этот сервер ну конечно он положительный в первую очередь для меня в том плане что найдя общий язык с адекватным хозяином как принято говорить основателем сервера я относительно добился комфортной для себя игры что я вкладываю комфортную для себя игру это не получение там мега ресурсов для скажем так я проще скажу не получения больших количеств взрывчаток для того чтобы приедет в чужие дома это на самом деле лично для меня неинтересно дело в том что кстати вот в администраторы в основном то идут чтобы доступ был к этой пресловутой взрывчатке можно скажем так крышевать своих друзей которые 4 взрывать безнаказанно дома и так далее ну в общем все кто раз знает это кто натерпелся от администрации вот поэтому вот пока я на этом сервере играю я скажем так вот до сегодняшнего дня было все хорошо надеюсь и в будущем что ну так может не фигурально выразиться но получается я сейчас выполняю роль администратора над администраторами то есть я слежу за тем чтобы не было админовского беспредела то есть это ну знаете как вот есть в полиции полицейские над полицейским вот поэтому милости просим у нас сервер м мелкие вопросы конечно админ дай дерево на доме конечно решать не буду потому что даже вот был только что яркий пример мы как бы соклановцы с данилой ну так естественно так вот получилось что я лидер клана то есть м говорю что ребята соклановцы все добываем своими силами отыграем роль чесняшку даже получилась такая ситуация я построил довольно таки ну уже начал завершать довольно таки серьезное здание огромное железное хранилище наше чтобы хранить наши там все причиндалы и упустил один одну маленькую деталь окажется когда под админом строишь на данном сервере во всяком случае в себе здание то его зарядить невозможно то есть взрывчатка вообще не берет вообще ничего ни двери там хоть сто взрывчатки положили и она не взорвется поэтому я снес свое шикарное металлическое здание и начал строить новое то есть допустим попросил товарища чтобы он заложил фундамент и от него фундамента начал плясать потому что когда кто-то закладывает фундамента я уже к нему пристраивать но все знают все равно это и к нему принадлежит то есть то здание можно будет зарядить дом специально строил как бы естественно чтобы он чтобы отыгрывать роль то есть это получается глупо если я построю замок я даже если построю один на квадрат коробку я все равно никто не взорвет поэтому а смысл тогда игры где как говорится как это так на языке крутится слово где интрига то есть смысл отыгрывать роль поэтому и я то есть многие ребята молодые у нас же как бы в клане от мала до велика то есть доминирует естественно ребята старше класса помочь удовлетворению вначале обрадовались вот у нас лидер админа а я говорю да рано радуйтесь будет будет наоборот не 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 лучше а хуже то есть ну то есть допустим я могу вызвать примеру аэродруп он прилетит и допустим мои поклановцы его подберут то есть я считаю что это будет расценено что я грею клан то есть забираем взрывчатку и выкидываем все ну и на самом деле не все так строго если ребята реально в бою там как говорится я им не на голову скинула этот аэродроп а он рандомно появился где то на карте они бедные бежали запыхавшись отстрелялись и добыли эту взрывчатку как говорится в потных ручонках ее принесли на клановский дом все это как бы честная честная игра потому что в противном случае будет нерезонно что же так за лидер который не как говорится не дает нормально играть вот поэтому и я сам себя позиционирует честным игроком то и с самого начала я не прибыл ни к каким читам то есть у меня все чистенько коробочка ленточка все красиво отыгрывать честно роль кстати вот и тоже и за читеров тоже скажем так мягко в кавычках пошел в админы потому что ну честный игрок меня конечно поймет 4 4 я с вами даже и как говорится и и не договорюсь потому что я вас сильно не осуждают читерство это как наркота если вы раз подсели на на этот наркотик тоже от всего вы не спрыгнете осуждать его основу не мне вас осуждать пускай уже небесная канцелярия будет решать если вы считаете что виртуальный беспредел это это всего лишь паница виртуальным беспределом это ваше право у меня нет и немножко иной взгляд на вещи в силу возраста и силу жизненных обстоятельств кто там не бывал тут не рисковал и звезды не хватало в небе вот поэтому все хочу сказать раз меня поразил я впервые столкнулся с игрой на выживание хотя вот интересно ребят у меня был опыт игры mortal online где-то год назад чуть больше тоже отличная игра и в чем то в чем то обходит раз в чем то обходит почему потому что там полностью ролевая система прокачки данилова мы еще умещаемся в ролик а то чтобы не было травм сколько у нас еще времени есть пообщаться минута ну давай тогда давайте ребята мы на этом закруглимся я уверен что если все будет хорошо и звезды положительно расположатся мы будем продолжать изучение не только игры раз но и взглядов на виртуальные миры ну ладно а то новых встреч до свидания пока пока